Безумец устроил погром на парковке. Железным инструментом хулиган изуродовал 16 автомобилей. Все случилось во дворе 9-го дома по Комсомольскому проспекту. В ярости дебошир стал колотить все машины подряд без разбора. Дорогие иномарки и старенькие жигули у всех разбил лобовые стекла. Дронули только вот эту шестерку первую. Все остальные 15 машин докуда успели, потом уже все кто успел выбежать, успели, может быть они решили испугались. За выходкой безумца наблюдали двое его друзей, но хулигана не остановили. По одной из версий так автомобилистам отомстили парковщики. Якобы местные не платили за стоянку. Сейчас владельцы машин уже подсчитали ущерб. Вышло минимум полмиллиона рублей, а дебошир задержан. Жуткие развлечения взрослых. Очевидцам удалось заснять хулиганов. Двое мужчин устроили настоящую охоту. Прямо с балкона стреляли по машинам. Чудо, что в прохожих не попали. У нас есть видео этой зверской забавы. Дом по университетской набережной, балкон на седьмом этаже. Двое парней развлекаются с пистолетом. Сначала стреляют по луковицам. А потом заскучали. Мишень стали искать во дворе. И вот кажется нашли во что выстрелить в припаркованную машину. Сработала сигналка машины, значит парни поразили цель. Виктор Генрихович попал под точно такой же обстрел. Вот и трещина на лобовом стекле и воиномарке. Услышал хлопок, вот смотрю, притормозил, смотрю здесь, значит, кто-то стрельнул, видно. Вот здесь у меня жена сидела. Если, ну как бы говорится, если не воздушка, допустим, было бы, ну сквозное отверстие, так, а могло бы попасть в нее. Кстати, одного из таких стрелков недавно задержали. Он обстрелял два автомобиля. Был пьян, хотел развлечений. Взял ружье и открыл огонь по припаркованным машинам. Преступник был в тот же вечер задержан. Обрез охотничьего ружья был у него изъят. То есть в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Но, как правило, задержать таких хулиганов удается не всегда. Эту видеозапись мы уже передали сотрудникам милиции, чтобы стрелков нашли и наказали. Поход в компьютерный клуб закончился задержанием. Один из посетителей пришел в заведение с пистолетом. Он спокойно зашел в зал, сел за монитор и положил рядом пушку. Охранники испугались, что парень может открыть огонь. И нажали тревожную кнопку. Значит, наши ребята приехали, предложили гражданину показать документы на данное оружие. У него их не оказалось. Где этот пистолет взял? Чей он? Неизвестно. Держим молодой человек с пистолетом. Пистолет оказался не огнестрельным, а травматическим. Но задержанный стал внезапно отрицать, что оружие его. Оружие? Откуда у вас? Нет у него оружия. А когда я увидел пистолет на столе, я спросил, чей пистолет? Он мне ответил, что это не было. Что я говорю? Возможно, парень хотел показаться крутым, поэтому и стал хвастаться оружием. В итоге его увезли в милицию. Уже там установят, кому принадлежит пушка и есть ли на нее документы. Переполох на железнодорожном вокзале. Милиция искала бомбу. Сообщение о взрывном устройстве поступило на пульт диспетчера 02. По тревоге были подняты все спецслужбы. Никакой взрывчатки не нашли. Зато поймали лжетеррористку. Я ей психологию только так взяла. Вот она, виновница переполоха. Эта девушка давно знакома оперативникам. 19-летняя жительница Сосновского района этой весной уже минировала вокзал. Хотела пошутить и проверить, работают ли все службы по таким звонкам. Тогда ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. А сейчас за лжеминирование ей и вовсе грозит уголовная статья.